В парламенте ЯО прошло заседание рабочей группы, сформированной для обсуждения ситуации с загрязнением рек Бира и Сутара несанкционированными промышленными сбросами. Поводом для проведения совещания стали обращения к депутатам жителей Облучинского района, которые считают, что таких случаев становится все больше. В итоге мы разослали информацию в ряд органов. Видите, какое большое количество заинтересованных лиц сегодня на совещании присутствовало. Это и надзорные органы, и органы государственной власти, субъекты Российской Федерации, органы местного управления. Большое количество депутатов захотело поучаствовать в обсуждении. Вопрос действительно актуален, загрязнение наших рек, некорректная работа ряда предприятий по чистке своих промышленных отходов. Как сообщил начальник отдела государственного экологического надзора по ЕАО Александр Зуев, значительная часть несанкционированных промышленных сбросов в реке приходится на несколько золото добывающих предприятий, работающих на территории области. Если надзорному ведомству удается вовремя зафиксировать нарушения, то старатели получают штрафы. Их они исправно оплачивают. Однако такие меры воздействия положительным образом на экологию не влияют. Загрязнения продолжаются. Это подтвердил и Биробиджанский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Головин. Как изменить ситуацию? Участники рабочей группы предложили выступить с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нанесение ущерба водным объектам области и налаживании более эффективной системы контроля в сфере экологической безопасности за деятельностью природопользователей. По итогам заседания будет сформирован пакет рекомендаций органам власти и надзорным ведомствам. Ольга Киселева, Павел Славин, Новости 21.